добрый день здравствуйте вот мы находимся возле центрального рынка городе кишинев как на всех рынках да здесь продают и вещи которые мы проходим и соответственно продукты мне интересно продукты просили показать я специально пришла сейчас мы с вами будем смотреть рынок что здесь придают и по каким ценам для того чтобы молдавские леи вот сумму в молдавских леях перевести в рубли надо умножить это самое число на 4 вот сегодня у нас будний день вот он молдавский виноград это сорт молдова у вас вот черный черненький видите семь лей а желтый вот этот как называется совсем нет называется как поручень тот я про это и слышала и у это кто осы или пчелы хотят осы хотят виноград откуда у вас это далеко от кишинева рядышком но сейчас самое время винограда собирать идем дальше вот баклажанчики ой и там у нас трагедия жизни что случится мама работает сыночек плачет так кстати одно из популярных очень блюд в молдавской национальной кухне это картошка в какую цену у вас 5 лей то есть это где-то 20 рублей получается вот так вот так но здесь мы что-то не туда пошли пойдем дальше смотрите овощи так вот значит самое любимое одно из любимых блюд это из баклажан икра и вот точно так же как и в болгарии когда это все на огне запекаются баклажаны в первую очередь перчик и очень вкусно получается так что еще мы тут видим еще мы видим всякие экзотические фрукты и прочие продукты вот имбирь например 90 90 лей если мы умножаем это на 4 вот что меня очень радует в кишиневе так это что для мусора тоже хорошо стоит правильно чтобы туда все бросать и дождите не читать не поняла где общие фрукты так зато есть павильоны и вот здесь вот живая рыба живая рыба вот что интересно между прочим в озере вырытом по указанию брежнева в одном из районов кишинева рыба и на водится настоящий на моих глазах крупную вылавливали и мне рассказывали что там и щуки и кого там только нет но вокруг озера нет ни одного ресторанчика ни одного кафе где можно покушать рыбу вот как-то так ладно заходим в рыбный павильон и смотрим что у нас здесь есть я надеюсь что меня слышно несчастные уснувшие раки так и раки здесь вот по 230 лей не знаю что-то столовик а вот это либо как называется вот я его узнала все таки и он не такой крупный какой-то молоденький господи несчастный а вот так и написано толстолок ой я не могу на это смотреть изобразие в общем этот толстолок очень популярная рыбка это местная да рыбка местная откуда она из днестра или откуда это я просто записываю людям показываю что здесь продают жалко вот значит идем дальше не я не могу смотреть на это креветки креветки наверно какие-нибудь не местные так значит идем мы с вами дальше еще пойдем в какой-нибудь павильон у них что-то я я не знаю я честно говоря сама первый раз на читайте что вас уже посмотрели так а где у вас молочный какой-нибудь павильон дальше молочный потом налево то есть все продукты овощи наружу или тоже есть павильоне что-то что овощи фрукты в общем все специальные павильоны да хорошо бегу я это я показываю и всем кто не был в молдавии так значит обходим и бежим мы с вами по этому рынку следующий павильон ну в общем мне кажется что все рынки они с собой в какой-то степени похожи в каких странах я не бывала что я не видала так ну что у нас здесь мед вот так ну 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 вот сыр из белоруссии я вижу вон сыр российский из белоруссии 145 стоит так господи боже мой вот масло сливочное масло по такой цене всякой разной вот вот что люди едят а сыры вы откуда привозите сыры вот кошковал а с украины все да вот с украины а молдавский кошковал а молдавский показать можно хотя бы людям это в молдаве производят попробуем вкусно а что такое сырный продукт это когда пальмовое масло всякое очень вкусно и сколько стоит он напоминает такой нормальный вкус сыров точно 110 лей то есть это получается нет я имею ввиду если в рублях то получаем умножаем на 4 это 400 там где-то 440 все равно приблизительно мы переводим так ну зато он хоть натуральный и угу 4 спасибо сейчас мы пойдем дальше посмотрим так и масло вот это тоже молдавская да это масло в смысле никакой не продукт да и вот интересно ну цены то в общем я даже не знаю я просто сейчас не в курсе какие цены какие цены в россии там особенно в москве но мне вот рассказывали а вот брынза овечья это уже чисто молдавский такой сейчас я маленький кусочек попробую посмотрю вкусно вообще у овечья брынза какой-то специфический такой немножко вкус я ее не люблю но это мне очень нравится хотя овцу все равно отдает так цен здесь не написано а сколько мед у вас стоит вот килограмм вот так чтобы понять разными да разные цены ну вот приблизительно да скажи 75 есть по если килограмм меда по 75 есть по 120 есть по 90 по 80 разные цены разные то есть если ну хорошо в среднем возьмем 100 это 400 рублей получается килограмм это я в рублях читаю там 400 4,5 или вы мне про трехлитровую банку говорите да трехлитровая тут 4,5 килограмма да и она стоит 450 а 450 все поняла я думала что это килограмм у вас стоит все ну значит правильно то есть килограмм это то что вы сказали примерно где-то в среднем 100 а я просто его в рубли перевела да если вот ты дешевле подешевле а почему он подешевле там что акция в семье дала дороже акция акция да я согласна единственный мед который не кристаллизуется мне кажется я знаю кстати я его не люблю а сколько у вас вот это стоит за 50 грамм 100 грамм она не вен пакет это лекарство это пыльца цветочная пыльца цветочная которую пчелки набрали ясно спасибо брынза а вот овечья брынза это почем а то просто здесь не написано цены а почему брынза у вас все время только овечья делают в Молдавии из коровы есть и коровы есть и коровы да но больше что популярно овечи больше любят да да есть люди которые не покупают любят овечья уже покупают коровы а больше всего овечья удивительно ясно можно я попробую вот этот кусочек вот возьму есть жирненькая есть тверденькая но это не жирная это подверг не надо спасибо мне вот честно говоря мне вот знаете все таки привкус это и овцы все любят но молдаване любят да и коровы есть которые тоже имеют привкус она зависит как они едят спасибо так пройдешь и наешься ну в общем вот и еще мне сказали интересный момент что молдаване ездят на Украину за продуктами там дешевле здравствуйте а это вот что такое у вас это творог творог домашний да из какого из коровьего молока я надеюсь ну не из овцы белобанка белобанка только с коровью да только корова понятно можно капельку попробовать попробуйте пожалуйста попробуйте какой вам надо на плаценту или а я понимаете есть твердый а на плаценту какую твердый чуть-чуть твердый а вы видите вы мне рассказали секреты давайте помягче которые которые кушать пожалуйста я я внезапно это вкусно так а сколько он у вас стоит 50 чего лей килограмм 50 килограмм 50 килограмм да ну люди правда по 60 но я не ну хорошо да но мне знаете что мы сто грамм вот больше мне не надо примерно а потому что я сейчас съем и завтра я уже уезжу а и сметанка у вас домашняя тоже есть жалко что у вас нет такой бы коробочки я бы сейчас вы мне положили творожку со сметанкой я бы поела а вы можете найти такую тарелочку а вы можете найти такую тарелочку здесь есть да просмазывают я вам да ну да вы а где ее можно найти здесь стеклянные продаются и там есть вот и такие маленькие и большие какие ага вот это на рынке сейчас хорошо а откуда вообще вы далеко от Кишинева это из как с берега с берега но это далеко от Кишинева наверное где-то сказать верно 90 килом 85 а как вы сюда приезжаете на маршрутках на маршрутках да и как часто целый день они едут нет вы приезжаете каждый день? нет каждый день один раз в неделю один раз в неделю понятно а зовут вас как? Екатерина Екатерина ясненько приходите хорошо спасибо да а сметанка почем кстати? сорок сорок хорошо я бы сюда приезжаю я его забираю или нет а вы дадите? я на руке на руке на эту сторону а почему на эту? на любую но здесь вы лазите сюда сюда и чище а на это нельзя ну свеженькая она такая свеженькая я думаю очень приятная свеженькая понятно спасибо так пошла искать тарелку давайте ищите и проходите я его покажу спасибо вот так вот такие замечательные люди так ну я думаю что мы с молочкой разобрались это творог у вас? творог творог да? а это брынзочка? это каша а что такое каша? сладкий не соленый попробуйте не соленый что? творог? нет это брынза только сладкий боже мой я такое вообще даже не знаю что подождите это из овечья? из козы козы? да почему? 70 70? да очень нежный по-моему он все-таки соленый чуть-чуть это вы подсаливаете? и наверное сверху что ли он соленый? или вообще везде его? нет только сверху сверху подсалить чтобы хранить вот я и почувствовала что в начале было это чуть-чуть а не здорово просто очень интересно прям какая-то диетическая сплошная пища это к вопросу как худеть вкусно? здорово ну вот видите вот это собственно мне вот и интересно всегда в разных местах где я бываю да вот традиционная такая пища и которая готовится дома которая готовится в небольших количествах для себя для семьи и для того чтобы как-то еще и жить вот капуста цветная помидорчики ну цены я думаю что вы видите и в принципе я наклажанчики и кабачки и капустка и яблоки очень вкусные молдавские яблоки посмотрите какая прелесть и все это стоит всего-навсего по 5 лей то есть это 20 рублей то есть это 20 рублей вот такая красота где-то 20 рублей так это не знаю что сливы чернослив это чернослив правильно да? Ух ты, а это такая крупная Это президент Так называется То есть и не сливый, и не чернослив, а президент Она вот такая вкусная Сладкая, сочная Вот президент Только не наш Ну про это мы вообще не будем Да Понятно Выращивайте сами, да, эти сады Красоту Понятно Вкусное, конечно, все хорошее Так, что у нас еще Ну вот Помидоры, конечно Это остатки уже огурцов Я так понимаю Все, что осталось Закорючки уже растут Перчик, ну где-то по 8 Получается Такое Так, ну все, наверное В принципе А, вот интересно Яички Цена какая Что-то как-то от 9 до А, то есть по размеру они у вас, да? Но это не домашние яички Это уже фабрика Так 14 Так А домашние Сколько стоит? Не знаете, да? Не в курсе? Растыньца Есть, да? Ну хорошо, спасибо Посмотрим Вот Ой, какая красота Ребята Сейчас я вам просто не могу не показать И всего это стоит по 5 По 5 лень Это с ума можно сойти Сейчас Там вот еще какие-то пальчики И я, конечно, буду Просто покупать с собой Такой розовый Какой интересный сорт Подарок Запорожье Интересно И вот это тоже пальчиками Ой, а у вас какие интересные Прямо смотри Разнообразие-то какое Дамский пальчик Вот он И еще И еще Так, ну все Заканчиваю я это Этот репортаж И начинаю Покупать в конце концов Себе продукты Ринок уже скоро будет закрываться Мне надо успеть купить